Итальянское гончие, или сёгуджи итальяна, древняя порода охотничьих собак, чьими предками были финикийские и кельтские гончие. Существуют короткошерстные и грубошерстные разновидности. Используются для охоты на любую четвероногую дичь. Итальянские гончие завоевывают популярность как компаньоны из-за своего мягкого характера, послушания и отсутствия агрессивности к людям и домашним животным. Основные моменты и интересные факты. Брака Итальяна – очень древняя порода, появляющаяся на картинах и текстах с IV и V веков до н.э. Порода была выведена семьями Гонзага и Медичи. Особи, рожденные в этих питомниках, разыскивались дворянами и королевскими семьями. Изначально брака был разделен на две разновидности – ломбардный поинтер и пьемонтский поинтер. Эти два типа были объединены в начале XX века для сохранения генетического разнообразия. Брака Итальяна также известен как итальянский поинтер, так как он родом из Италии. Брака Итальяна был допущен к участию в соревнованиях организации ЭК с 1 января 2010 года. Брака любит воду и хорошо плавает. История породы. Считается, что происхождение брака Итальяна можно проследить вплоть до IV-V веков. О происхождении этих классических поинтеров есть разные теории, но скорее всего браки ведут свой род от молосов и египетских собак, как и большинство европейских охотничьих собак. Итальянские браки были популярны в средние века, их содержали при дворах Медичи и Гонзага, использовали в аристократических охотах на пернатую дичь. Бело-оранжевых браков можно увидеть на фресках XIV века. Существовали две разновидности породы. Более легкие, приспособленные к охоте в горах бело-оранжевые браки происходили из Пьемонта, а более крупные белокаштановые из Ломбардии. Со временем, в результате внутрипородных скрещиваний различия между этими двумя разновидностями стерлись. Согласно другой версии, итальянские браки были выведены лишь в XVII веке на основе нескольких пород охотничьих собак, возможно, итальянский брак – общий предок всех европейских легавых. На рубеже XIX-XX веков итальянские браки практически исчезли. Важнейшая роль в сохранении породы принадлежит итальянскому заводчику Фердинанда Делору Даферабуку, охотнику, судье-кинологу, редактору специализированных журналов, одному из основателей итальянского кеннел-клуба и автору первых набросков стандарта породы. Стандарт породы в Италии был принят 19 февраля 1949 года. Международная кинологическая федерация признала породу в 1956 году. В Великобритании итальянские браки впервые появились в начале 1990-х годов, английский кеннел-клуб признал породу в 2000 году. В США порода с 2001 года числится в регистре Foundation Stock Service, занимающемся редкими и непризнанными породами, а с 2010 года итальянские браки получили право выступать на кинологических мероприятиях собак-компаньонов. Охотничьи общества в США признают итальянского брака наряду с другими охотничьими собаками. Брака итальяна дважды становились победителями всемирных выставок собак в Си в 2000 и в 2006 годах. Внешний вид. Итальянский брак – мощная собака атлетического сложения, квадратного формата, мускулистая, крепкая, но стройная. Хорошо наклоненные длинные лопатки и мускулистая холка обеспечивают хороший вымах передних конечностей в движении. Спина крепкая, грудь глубокая. Лапы овальные, когти крепкие. На задних конечностях обычно прибылые пальцы, иногда двойные. Хвост средней длины, у основания широкий и сужающийся к концу, в движении несется чуть выше спины. Традиционно купируется до длины 15-20 см. Голова очень характерная, скульптурная, прямоугольная, узкая, с выпуклым черепом, выраженным затылочным бугром и заметными надбровными дугами. Стоп сглажен, мочка носа объемная, верхние губы отвислые, уши длинные и висячие, глаза коричневые или цвета охры – овальные. Породе свойственно характерное серьезное выражение. Облик итальянского брака, в отличие от других подружейных собак, отчетливо напоминает облик гончий. В нем есть черты Бладхаунда и Бассета. Шерсть короткая, плотная, блестящая, довольно жесткая, не требующая сложного ухода. Наиболее распространенный окрас – белый с янтарно-оранжевыми, палевыми или каштановыми пежинами на голове, ушах, по корпусу и у основания хвоста – распространен краб. Ценится симметричная цветная маска на морде. Стандарт предусматривает также белый и каштаново-чалый окрасы. Черный цвет в окрасе, трехцветные раскраски не допускаются. Итальянский брак отличается исключительно эффективными, свободными и размашистыми движениями на рысе, с мощным толчком. Голова в движении держится выше уровня спины. Отличительные черты характера. Итальянская легавая, энергичная собака, нуждающаяся в серьезных физических и умственных нагрузках, долгих прогулках с возможностью свободно бегать по большой территории. Без достаточно интенсивных занятий может стать неуправляемой. Браки хорошо обучаются, но в работе с ними требуется мягкость и постоянство. Считается, что браки очень чувствительны и не выносят жесткого обращения, упрямы, но уравновешены и послушны. Итальянский брак – стильный и азартный охотник, обладающий отличным чутьем. До распространения оружейной охоты брак должен был обозначить стойкой найденную дичь, дождаться, пока охотник изготовит сеть или сокольничий выпустит ястреба и по команде вспугнуть птицу. Сейчас брак поднимает дичь под выстрел, а затем приносит ее, не повреждая. Навык подачи дичи был развит лишь с распространением оружейной охоты. Помимо птицы, итальянский брак используется и в охоте, на другую мелкую дичь может работать по кровяному следу. В 1937 году в Италии был опубликован так называемый стандарт Пастроне, в котором детально излагались требования к охотничьей технике брака. Требовалось, чтобы собака в поиске двигалась широким, не менее 100 метров, челноком, резвой размашистой рысью, и только возвращаться села уже обследованной территории к охотнику, для выхода на новый поиск допускалась галопом. Традиционно купированный хвост во время поиска должен быть поднят вверх и оживленно вилять. Причуяв дичь, брак прекращает поиск, осторожно выходит на линию запаха, высоко держит голову, приподнимает уши, хвост напряженно замирает. Собака подкрадывается к дичи без малейшего шума всем корпусом, от кончика носа до кончика хвоста, указывая направление на нее. Брак в стойке являет сплав благородства, внимательности, выдержки, напряженности и устремленного вперед баланса, шея чуть приподнята, а голова слегка опущена к земле. Итальянский брак не только отличный охотник, но и прекрасный компаньон, умный и лояльный. Однако эта порода требует постоянных физических и умственных нагрузок и поэтому не рекомендуется людям, не имеющим опыта содержания собак. Собака более пригодна к жизни за городом, чем в городской квартире. Содержание и уход. Итальянский брак будет хорошо себя чувствовать на качественном корме для собак. Любая диета должна соответствовать возрасту собаки. Некоторые собаки склонны к полноте, поэтому следите за потреблением калорий и уровнем веса вашей собаки. Лакомства могут быть важным подспорьем в тренировках, но их слишком большое количество может вызвать ожирение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вас есть какие-либо опасения по поводу веса или здоровья вашей собаки. Чистая свежая вода должна всегда быть в миске. За этой породой легко ухаживать. Их короткая шерсть требует минимального ухода, а вот длинные уши требуют регулярной чистки, чтобы свести к минимуму риск ушных инфекций. Кроме того, время от времени принимайте ванну, чтобы они оставались чистыми и хорошо выглядели. Их когти следует регулярно подстригать с помощью кусачек для ногтей, чтобы избежать чрезмерного роста, расслоения и растрескивания. Зубы следует регулярно чистить. Брака – это порода с умеренно высокой энергией, требующая ежедневных упражнений и умственной стимуляции. Это может быть достигнуто путем свободного бега в безопасном замкнутом пространстве или с помощью запланированных упражнений, таких как ежедневные пробежки. Требуется не менее 30 минут упражнений в день, но желательно больше. Более того, чтобы быть счастливыми, им нужно каждый день проводить время с семьей, занимаясь организованными тренировками или играя. Брака нужен спокойный и терпеливый тренер, мягкий, но твердый. Вместо охоты, тренировки в собачьих видах спорта, таких как ловкость, послушание и ралли, также могут быть отличным способом дать вашей собаке необходимую физическую и умственную стимуляцию. Здоровье. Итальянские браки считаются здоровыми собаками. Из наследственных заболеваний в породе паджат указывает лишь на болезнь Вилебранда. Однако, как и другие крупные породы, они предрасположены к дисплазии тазобедренных и локтевых суставов. При обильном кормлении сразу после физических нагрузок возможен заворот желудка. Цена и как правильно купить. Средняя цена на щенков итальянских браки составляет 50 тысяч рублей. Итог. Итальянский брак или итальянская легавая, порода охотничьих собак итальянского происхождения. Универсальная подружейная собака используется преимущественно для охоты на пернатую дичь. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкой.